Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры в Христе и все люди на земле. Все, кто попал на мой канал, на это видео, всех приветствую, всем желаю всякого добра, любви, мира, терпения. Прежде всего, в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни ваши. У нас сегодня такой интересный ролик, я надеюсь, вам будет. Мы продолжим тему спирали Фибоначчи, спирали Бога, как символа бесконечности. Я вот вам такую заготовочку сделал, да. То есть, если круг действительно это ограниченная вещь, да, это по большей части символ смерти. Если нарисовать в круге змею, саму себя поедающую, то это символ вообще зла, то круги Фибоначчи действительно это символ бесконечности. Что вот мы туда пытаемся в микромир доковыряться, где там начало, да, его нету. Что наоборот, если мы пытаемся вот сюда. Где, 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 где тут? Ищем, ищем. Да, оно все уходит и уходит бесполезно. Ты хоть иди вверх по лесенке, раскручиваешься, она все равно бесконечная. Вот такие вот круги Фибоначчи у нас. Я вас с ними в прошлый раз тоже познакомил, мы об этом поговорили. Я считаю, достаточно, да. Кто не знает об этом ролике, в описании, в комментарии напишите, я дам ссылку. Вообще рекомендую посмотреть на канале Христалюк Проповеди Леголоса Пиющего в пустыне. Весь плейлист называется Бог, Иисус Христос, Человек, Мироздание. Там я вот подобные ролики выкладываю. И сегодня я хотел показать вам, как Библия, в Библии, кто знает мое чтение Евангелия, я в Евангелии тоже показывал эти круги Фибоначчи. Я показывал, как порой там в одну притчу Господь всю суть вкладывает. Верь, надейся, люби и пожнешь плоды своего, своих дел. И вот там этих есть маленькие, есть большие, вот так тоже раскручиваются. В принципе, все Евангелие, это круг Фибоначчи, в нем есть, говорю, маленькие. И наоборот, Новый Завет, это тоже круг Фибоначчи от явления Иисуса, как Адама, да, первого Адама до книги Откровений. И вся Библия, это тоже большой круг Фибоначчи от сотворения этой земли, этого неба, на котором мы живем, до творения новой земли и нового неба, где мы будем жить снова от греха до святости. Вот так вот, по идее, это один круг, конечно, но они вечно вот так вот крутятся, вертятся, да. Я вам сейчас подготовил такой вот, как назвать-то, слайды такие, которые мы сейчас в живом режиме будем смотреть. Вот наша спираль Бога, да. Ну, я надеюсь, что, конечно, кто меня слушает и поймет меня только тот, кто читал Библию целиком. Ну, или хотя бы на сегодняшний день, на день записи этого ролика, сегодня 1 октября 2019 года, на канале Христолюб, Библия и Иные Писания, где мы читаем. Всех туда приглашаю, кто еще не подписан, не слушает. Там я читаю и Новый Завет, и Ветхий Завет. Сейчас мы дошли до книги Руфь, практически на сегодняшний день, да. Этого, в принципе, будет достаточно. Кто со мной читает, слушает, тот, конечно, сегодня будет в теме и, я думаю, увидит то, что я хочу показать. Вот, хотя в идеале, конечно, дочитать до конца, но многие из вас, опять же, сами читали, я прекрасно это понимаю. И, хоть мы там читаем и я показываю разные другие глубины, да, то сегодня, в принципе, достаточно будет, если вы знаете, просто поверхностно хотя бы события. Вот даже пусть мы на канале Христолюб Библии еще не дочитали до конца Ветхий Завет, я говорю, даже не тоже до конца, наверное, и треть-то не осилили. Но все-таки это достаточно серьезный переход, мы все до судей, закончили судей читать, переходим к царствам. О царстве книги пророков, это практически тоже одно и то же, там они параллельно идут. Ну, когда дочитаем, то дочитаем. Но сегодня таким мне роликом хотелось поделиться, чтобы у вас тоже, так как я и на канале уже не раз, вот, на проповедях говорил о этой спирали Бога, спирали Фибоначчи. И мне хотелось с вами поделиться своим видением, вот этим орлиным взглядом, что когда-то я тоже узрел. Ну, просто лишний раз убедишься, вот, в Библии, да, много ее хает, кто много ее отрицает, кто, вы сами знаете, как я отношусь к ней. Я терпеть не могу, когда ее называют Словом Божьим. Это Библия, это Писание, там исторические книги. Знаете, Слово Божье ассоциируется со святостью. Ну, какая в Ветхом Завете святость, расскажите мне в комментариях. Никакой. Это история грехопадения, и ничего светлого и доброго там почти нет. Вот, а Евангелие, да, это другой разговор. И мы с вами сегодня посмотрим, я надеюсь, вы увидите то же самое, что вижу я. Я постараюсь вас, как орел, взять в клювик, поднять повыше, чтобы вы вместе со мной посмотрели, а потом уже и сами полетели и учили летать других. Точка, первая точка. Книга Бытие, первая, вторая глава. Бог творит человека. Ну, в синодальном переводе там все время это слово Адам. Без всякой разделения то Адам, то и первый человек Адам, и мужчина Адам. На самом деле Бог творит человеку. Не мужчину, не женщину, а просто человека. Это уже жены-ненавистники, я так понимаю, все смешали там, что это и Адам и первый был, и он же Адам, просто Бог из него взял. Там написано человек. Ну, я его тоже назвал здесь Адамом, да. Пусть это будет Адам. Человек, неважно, первый. Мужчина и женщина, одна, два, вплоть, едино. Конечно же, в принципе, кратко, если сначала надо, наверное, стоило сказать, что такое жизнь наша человеческая, в чем ее суть. Мы родились, мы вкусили запретный плод. Все, от малого до великого, от первого до последнего. Мы покаялись в своих грехах, крещения, водное крещение и анного крещения, как хотите, да. Моисеева, прохождение через море. И как мы сейчас узнаем, Ной, это тоже самого символ водного крещения, символ покаяния. Что потом? Принимаем Святого Духа, как Петр говорил, покреститесь во имя Иисуса и примите в дар Святого Духа или подарок Святого Духа, да. Мы живем христианской жизнью, в Духе Святом, Божественной жизнью. И мы что? Пожинаем плоды своей жизни на суде. Естественно, царствуем со своим Богом, потеряв его когда-то в раю. И сам рай, потерянный рай, да, известно такое словосочетание. То же самое. Первый человек. Что нам? Я буду эти эпизоды рассказывать, естественно. Мы помним с вами. Нет, давайте я сначала не так сделаю. Я сначала вам покажу, а потом я хотел так цветами зарисовывать и уже буду комментировать. Адам. Вот она точка, она у вас на экране. Ной. Адам. Рождение. Первого человека. Ной. Водное крещение. Все мы знаем. Ковчег и поток. Сейчас я кратко, а потом уже буду чуть-чуть пожую. Иосиф. Рождение. Проповедь своим братьям. Мы видим, первый раз появляется Иосиф. Рождается младший брат из двенадцати братьев Израиля. Я называю второе явление Иосифа. Это когда он на самом деле из тюрьмы. Вы помните, в Египте стал только престолом ниже фараона. Символично это означает, если Иосиф первое явление и проповедь братьям и родителям, что все о нем поклонятся, это первое явление Иисуса Христа. Первое откровение Бога, так скажем, да. Потом это жизнь, так скажем, в Христе. И второе его пришествие. Заканчивает все. Вы помните, Иосиф приобретает всех. К нему приходят и его братья Израиль. И весь Египет ему продается. И он царствует над всем. Полное. Иосиф все полностью под собой собирает всех. И Израиля, и язычников. Вот вам. Ну, я еще скажу, что это тысячелетнее царство. И вот когда все ему продаются, все продают, все, что у них есть за кусок хлеба, вы помните, да. Семь лет голода. Я сейчас поподробнее скажу. Давайте просто пробежимся по точкам. Второй круг. Это же круги Фибоначчи. Мы опять в ту же точку вернулись. Просто если мы по кругу, мы прямо в ту же точку. Но мы же по спиральке идем, мы чуть выше. Это то же самое. Опять мы видим второй круг. Рассматриваем его. Адам. Адам первая глава, я имею ввиду. Просто как будто мы заново смотрим. Библию только уже пошире оттягиваем. В другом контексте. Адам это как рождение. Моисей. Моисей и Ной. Одно и то же. Там крещение водное. Через всемирный потоп и ковчег. Тут крещение через прохождение, через раступившееся Черное море. И кто такой Иисус Навин? Образ. Явление Христа народу. Бога явления. Бога воплощения Иисуса. Первое пришествие Иисуса в Евангелии нам описано. Как будто второе пришествие его настоящее. Это символ, я сейчас вам говорю. Вы сейчас поймете все. Вы понимаете, я библейские события рассказываю. Это большой круг. Естественно, когда Иисус возносится, воскресает, возносит и всех привлекает в себе. Вот конец тысячелетнего царства. Третий круг рассматриваем. Опять Адам. Наша первая глава. Книги бытие. Первая глава. Книги Библии. Книги бытие. Собрание книг Библии. Книги бытие. Иоанн Претеча. Образ водного крещения. Он крестит всех в реке Иордан. Ну, уже классика, да? Уже мы рассматриваем самый большой круг. То есть, все от Адама до Иоанна. Ну, я сейчас буду рассказывать. А то я просто забегаю. Давайте по точкам пробежимся. А то я срываюсь все равно. Иисус. Первое явление. Это Его. И именно Вознесение Пятидесятницы и Дар Святого Духа. Начинается жизнь во Христе. И Его второе явление. Тысячелетнее царство и победа. Да? И творение новой земли. Новое небо. И опять пошло по кругу. Вот мы с вами увидели Библию в трех кругах. Получается, по спирали Фибоначчи три разные витка. Ну, или три витка спирали Бога. Давайте теперь пробежимся. Я вот так вот сделаю себе такой маркер. Ой, что-то большой. Сейчас настроим. Что-то я не подготовился немножко. Ну, вот так вот пойдет. Вот. Отлично. Мы с вами выбираем какой. Ну, какой-нибудь символ греха. Серый-серый цвет с вами выберем. Да? Давайте. Вот такой вот. Серый выбираем. И смотрим, что у нас. То есть теперь я уже по периодам рассказываю. От Адама до Ноя. Ну, мы прекрасно знаем. Черное. Так, сейчас я чуть-чуть другое выберу. Черное время в истории человечества. Так, я сейчас закрою. Прошлый файл. А то у меня два файла открыты. И выберем карандашик. Вот такой. Что такое от сотворения Адама до Ноя. Черный период в истории человечества. Я давайте сразу буду три круга рассказывать, чтобы одним маркером закрашивать. То есть мы помним, что Бог вообще оставил людей на свое попечение. Что произошло? Господь перед потопом дал вердикт и вынес вердикт всему человечеству. Точнее, определение. Суть зло, помышление человека во всякое время. От юности его. Вы знаете, мы так, я всегда вот в последнее время так с кем-то общаюсь тоже много сейчас. Говорил. Вот мы знаете, мы всем этим событиям, когда читаем, мы не придаем большого значения. Представляете, какой ад был на земле. Когда был полный беспредел. Отмените сейчас убийство в законе, воровство, насилие, грабеж, преступления всякого рода. Отмените уголовный кодекс административным. Мир погрузится, как все говорят, в хаос. Этот хаос, все думают, Бог такой плохой. Истребил все человечество. Это ад был на земле. Люди рвали друг друга. Ты только идешь, тебе тут же по голове. Там невозможно было святым быть, выжить в смысле действительно. Либо ты, как говорят, с волками жить, по волчьи жить. Это ад на земле стал. Бог не просто так стер это. Бог нам показал историю человечества, конечно, когда он сотворил и оставил человека ходить путями своими. Мы в ад скатились. Задумайтесь просто, что было в допотопном человечестве. Это ад. Никакого закона. Ни полиции, ни армии, ничего. Ни судей, ничего. Это ад на земле. Каждый творит все, что он хочет. И мы прекрасно знаем, что хотят люди. Выпустите сейчас всех преступников на свободу из всех тюрем. Это ад будет на земле. Так и было. Этот же период мы также образно берем от Адама до Моисея. Да? И, кстати, это же аналогия, вы понимаете. Я просто растягиваю спиральки. Ну, вы все уже поняли, я надеюсь. Понимаете мою же мысль. Вы помните, Бог с Ноем заключает завет. С Моисеем завет. Помните, да? То же самое. То есть, это, конечно, символ. Понятно, между Адамом и Моисеем, если во второй спирали есть с Ноем. Но мы как бы убираем это, забываем. Мы смотрим действительно вот эти чудесные божьи витки его божественной спирали. Как бы тот же самый период. И опять мы берем, и все прекрасно знаем, от Адама до Иоанна Предтечи. Или хотите, по-хорошему, я говорю, потому что, ну, Дайна Предтечи, мы знаем. Ветхий завет, да? Ну, на Иоанне закончил законы пророки, да? Все, до него были, после него все. Ну, пророки будут, да? Но уже не об Иисусе иметь в виду. То есть, тоже считается Ветхий завет, да? У всех Ветхий завет. Вот мы сейчас считаем на канале, с чем он ассоциируется. Это Ад. Даже несмотря на закон. Кровь, море крови, насилие, убийство и так далее. Начиная от всех вокруг и своих камнями побиваем. За палочки, собранные в субботу. И всех остальных. Все гои, собаки, мы одни святые. Да? Мы все прекрасно. И это во всех народах. Поэтому, на самом деле, мы прекрасно знаем тоже, что до Христа, до той заповеди. Ну, понятно, что люди всегда были святые. На все, во все, во все времена жизни, да? Во всех народах. Но это, опять же, это лишь тот, кто соглашался со внутренним повелением сердца своего. А вот так, чтобы внешне нам было явлено доказательство, что надо именно так жить, да? Несмотря ни на что, что тебя завтра распнут. Нам, конечно, Бог, явившийся в плоти, явил. Вот теперь мы с вами посмотрели темные времена. Давайте мы изменим чуть-чуть палитру на более светлый такой, серенький какой-нибудь цвет. Что такое Ной? Закон, да? Мы помним. И то, вы заметите, каждый раз Господь клал эту грань. Хотя бы не убивай. Мы прекрасно знаем, вот именно после того ада, который был на земле до потопа, Господь говорит Ною, взыщу кровь от каждого человека за кровь, пролитую человеком. То же самое с Моисеем, да? Но у нас хотя бы есть уже закон. Заметьте, если до потопа жить было невозможно, то со времен от Ноя до Иосифа, так скажем, да? Ну, конечно, при Иосифе ничего там другого не изменилось. Это же символ Иосифа. Мы прекрасно понимаем. Иисус Навин – это не Иисус из Назарета. Мы знаем, что творил Иисус Навин. Кто со мной прочитал Ветхий Завет, тот уже в курсе всего, да? Без всяких там иллюзий. Но это символы мы с вами разбираем. Поэтому я о периодах говорю, конечно же, все применяю уже. Я всегда говорил, меня за это корят. Я вообще, честно, не понимаю этих людей. Что я на Ветхий Завет смотрю через призму истины, через призму Нового Завета, откровение Бога, явление Бога мне в Евангелии. И той истины, которая… То есть, в его жизни, в его учении я этих людей вообще не понимаю. Почему я должен по-другому судить Ветхий Завет? Я его должен судить через призму истины, которая мне открыта, любви, свободы и бессмертия. Я говорю, можно, в принципе, чтобы вам было понятно, говорить, конечно же, на примере последнего круга, последнего витка спирали. Это самый большой, да. То есть, мы прекрасно понимаем, что даже время от Иоанна Претечи до Вознесения, Смерти, Воскресения, ну, а в частности, Вознесения Иисуса, когда Он оставляет нашу землю и оставляет нас уже ходить своими путями в заповедях Христовых. Ведь на то время, когда они ходили… Проповедь Иисуса три года, грубо говоря, да? Пусть там три с половиной, сколько Иисус, Бог явившийся во плоти, проповедовал. Мы прекрасно знаем уровень Его учеников. Одни за несколько дней до Его ареста, смерти, распятия, убийства Его, и смерти, Воскресения, Вознесения, готовы молиться Богу, а точнее, даже не просто молиться, а сами чуть ли не извести огонь на близлежащий город, чтобы истребить его за то, что они вот их таких святых не пустили в этот город, да, переночевать. Петр, который рубит голову, ведь то, что он отрубил ухо, это просто не удалось снести голову тому, на кого он замахивался, да? Мы видим уровень этого учеников, и мы видим их жизнь, уровень, левел Бог, уровень Бог, да, на какой они поднялись, когда в Пятидесятницу на них снизошел Дух Святой. И, естественно, вот сейчас мы с вами живем вот в это новозаветное время. Ну, мы его сейчас с вами прочерчим. То же самое, конечно же, Моисей и Иисус Навин. Вот это тоже зарисовываем сереньким уже. Это хотя бы не ад, это хотя бы не черное. Но я черное здесь не стал рисовать, первые секторы, чтобы не сливалось просто. Вот, было у нас такое темно-серо, теперь светленькое. Ну, конечно, с законом Исея вы знаете, как я отношусь, но вообще закон это нормально. К нормальным законам я тоже нормально отношусь. Не убей, не укради и прочие вещи, да? Вот. Ну, ко всему закону Моисеева, причем, просто надо понять. Ведь Моисей ничего нового не говорил. Бог открывался во всех народах. У нас запрещено убийство. Вы скажите, кто не убей устанавливал у индейцев? У них то же самое было. Что, можно было просто так взять безнаказанно убить своего единоплеменника? Нет. Но за что-то тоже были внутренние законы. Ну, не полный беспредел. Законы есть в любом племени. Поэтому, когда там насыется с законом Исея, что там все от Бога, там далеко не от Бога. Вот. Половина, да, вещей. Вот и все. Я вам скажу, что даже то, что это уже Моисей там понадел, что спи, не спи с животным. С животными спать плохо? Плохо. Мужчина с мужчиной? Плохо. Ну, плохо. Но надо было закон вводить, что убивать этих людей? Я считаю, нет. Одно дело, не позволять убийцам убивать. Если эти люди убивают, то действительно их надо сажать в тюрьму, то есть ограничивать от общества. И пусть они там живут, волки с волками, и работают на благо государства. Приходится их с вышками охранять. Вот. Но убивать их ни в коем случае нельзя. Не побеждай зло. Зло. Ворует человек. Пусть посидит отдельно от общества. То есть ограждаться можно. Сам Иисус говорит, убегите, да. То есть нам это делать можно. Отопление включили 1 октября. Вода по трубам побежала. Ну, дубильник, конечно, в этом году, да, в России. Вот. То есть мы это видим. Вот все уровень закона. То же самое, но и, да. То есть Бог как бы говорит после того ада, который нам очень кратенько описан. Суть злого во всякое время. Там просто беспредел творился. Поэтому Господь говорит, животину сырую не разрывайте. О, началось. Как-то я записываю не вовремя. Животину сырую не ешьте. Хотя бы вот так. Люди стали с животными. Просто раздирали животину. Господь сказал, с кровью хотя бы не ешьте. Как дикие звери не будьте. Хотя еще тогда диких зверей-то не было. Животные любили человека. И лишь после потопа Господь как бы в природу животного вкладывает и говорит, будет трепетать перед тобой всякое животное и будет врагом тебе. Вы помните эти слова нам в 9 главе вот этому послепотопному описываемое. То есть Господь кладет уже минимальные пороги, чтобы люди вообще могли существовать. На самом деле не то, что там Бог не вдумывается в это, не вчитывается, думает, Бог плохой стер. А там нечего уже было оставлять. Просто ад. Я говорю, придайте значение этому слову глубокое. Настоящий ад. Когда вы на улицу побоитесь выйти. Вот я говорю, отменить сейчас все законы. Это просто ад был. Там уже хоть стирай, хоть не стирай, там уже все понятно. Ты уж сам скажешь, Господи, меня вместе со всеми сотри, это уже ад на земле. Вот что было дотопотопное человечество. Вот так вот. Мы видим законы. Не убивай, не ешь, не раздираешь животину, как вообще дикарь какой-то безумный. Мы видим Моисей, да, ужесточает это. Мы видим тот же самый период Сиана по Иисуса, действительно, когда они принимают Дух Святого, когда человек уже живет не по закону, а по любви, да. Ну, естественно, вот я говорю, каким нарисуем. Давайте красным нарисуем. Красным будет у нас символ все-таки. Жизнь евангельская, она до кровавого пота, да, мы знаем, она до креста, до несения креста, возможно, твоей даже смерти. Поэтому, конечно же, с вознесения Господнего до его второго пришествия, вся наша жизнь, неважно, умрем мы и воскреснем, или, как нам сказано некоторые из нас, как Господь сказал, не вкусят смерти, но увидят его в последние времена, не суть важна. Это жертвенный, жертвенная жизнь евангельская по заповедям Христовым, конечно же, она связана со страданиями, с печалями, со скорбями, тебя будет гнать, поносить за имя Христов, за Евангелие. Все, нам Иисус говорил, сам прошел этим путем, нам его и оставил. Конечно же, это последний виток, третий виток спирали Фибоначчи по Библии, спирали Бога, которую мы видим по Библии, я вам показываю. Конечно же, к прочим виткам это относится чисто символически, от Иисуса Навина, ничего он там, кто знает, великого не дал, это просто закон укрепился и все нашлось, но символично, я имею в виду, мы, конечно же, видим, понятно, жизнь там израильского народа совсем не похожа, вы прекрасно знаете на жизнь христиан, но я имею в виду, что мы видим эти же символы, то есть мы видим Ветхий Завет и как первое явление Иисуса, наоборот, исторически нам описано, оно, по сути, и является вторым пришествием, как бы символично, да, и вот это вот, а, ну, и то же самое сейчас, а то я дальше уже пошел говорить, и то же самое от Иосифа, от его, вы помните, как он, не зря тут тоже кровь, тут, кстати, очень похоже, потому что жизнь Иосифа, кто, я надеюсь, со мной читал Ветхий Завет, я очень люблю, эту личность, этого персонажа, нам исторически описанного, вы помните, как Иосиф открывается братьям, начинает проповедовать, укорял их, кстати, за их, а братья его были мама не горюй, вы помните, да, и мы видим, что Иосиф, как бы, и папе доносил, рассказывал об их злодеяниях каких-то, они, видимо, что только не вытворяли, но мы видим, по их характеру, кто все там читал, мы знаем, какие они там делишки, как целый город изрезали, там, ну, караул, старший сын лезет на ложе отца, и прочие вещи, да, вот, ну, естественно, значит, у них это все было в характере, вообще не везде, там, где-то какие-то они косяки делали, Иосиф все папе там рассказывал, сам он был в разноцветных одеждах, то есть облечен всеми добродетелями души, да, внутренней, был добрый, мудрый, красивый, Господь ему дает два откровения, мы помним, да, он это пересказывает, его за это еще больше ненавидит, что все ему поклонятся, все братья, даже мать с отцом, да, и мы помним, они его, что делают, так, ну, я рассказываю, кстати, наверное, неправильно, я хотел, или я уже рассказываю, а, ну да, рассказываю, да, просто я как сначала хотел отсюда, получилось все-таки мы с внешнего начали, ну, я вот не знаю, как правильно, то ли надо было изнутри, ну, жизнь от Иисуса всем известна, поэтому приходится про Иосифа более подробно рассказывать, и вот мы помним, да, как братья его продают, вернее, сначала они укладут, они его в яму бросают, хотят убить, да, это символ чего, бросание в яму, это символ убийства Иисуса, все, 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 этот круг Фибоначчи, я вам говорю, от Адама, Ной, Иосиф рождением, это явление Иисуса Христа, трехлетняя проповедь, как Иосиф проповедует братьям, и его, что, как иудеи его руками язычников убивают, так его братья, закап, ну, бросают в яму, вот, ну, это же символ и все, поэтому он, как бы, понятно, не умирает, они его продают, ну, мы прекрасно знаем, что они, как бы, Евангелие перешло к язычникам, да, то есть, евреи отказались, уже в первом веке практически, в принципе, евреи и иудеи не исповедовали христианство, все, оно переходит, как и Иосифа ведет в плен, ну, его продали, там, каравану, да, он попадает в Египет, так Иисус попадает, образно говоря, Евангелие открывается язычникам, конечно, там не все образы, вы понимаете, там продали, как бы, нам они Иисуса не продавали, можно сказать, да, но символ понятно, и где Господь трудится в Египте, понятно, это вот проповедь Евангелия, да, она вот по язычникам идет, опять же, настанет время, мы знаем прекрасно, нам об этом Павел говорил, когда от земли будет взят удерживающий, да, то есть, люди отрекутся, и Господь говорил, что до времени, и Павел говорил, что до времени, как говорится, Израиль отвергнут, да, привьет потом обратно эту маслину, конечно же, вот это уже, когда, я забыл имя того, помните, этого министра, так скажем, на кого и работал Иосиф, который был министром Египта, так его назовем, ну, по-простому, по-понентному, советник фараона, ну, вы помните там всю историю, когда его жена там хотела с ним переспать, и его опять бросают в темницу, это же, конечно же, когда мы отречемся, ну, не мы, а не еврейский мир, да, вот сейчас все так называемые христиане, когда уже полная начнется подмена, начнется псевтохристианство, проповедание нового Христа, того, который придет, да, то есть, это такой же символ, в принципе, в пещере, когда уже Христа просто забудут, Евангелие настолько закопает, оно уже никому не нужно будет, вот, и, конечно же, его, то есть, будет этот период, ну, вы помните, Господь сказал, что ради избранных сократит этот период, вы помните, Иосиф в тюрьме сидит, там, три года, получается, два или три года, это что это, где, когда, вот, именно на земле будет взят удерживающий, кто этот удерживающий, Дух Святой, да, вот, когда он будет взят, когда уже, сейчас вот это все липовое христианство, которое уже давно на волоске висит, полностью начнет отрекаться от евангельского Иисуса, и начнет ждать нового мышаха, я пример приводил, кто смотрел, у меня на этом канале нет, потому что я пользуюсь видеозаписью с другого, я могу дать ссылку, кто еще не смотрел, мой ролик о том, как в Вашингтоне открыли музей Библии, здоровенный, много миллионов долларов в Бухале, сколько там, 40 тысяч квадратных метров, и ни одного места не нашлось Новому Завету, Евангелие Иисуса Христа, это называется музей Библии, я всем говорю, что Библия без Евангелия, это помойная газета, газета достойна потереть одно место, когда ты ходишь в отхожее место, все, Библия без Христа, это туалетная бумага, я так и говорил, и за свои слова отвечаю, вот так вот, ну и мы знаем, Иосиф, Господь его выводит чудным образом, и он становится правой рукой фараона, то есть только престолом ниже, то есть естественно фараон, это символ Отца Небесного, Иисус символ Сына, который только престол, все остальное в руке его, он полностью управляет, и как он потом покоряет себе всех, и братья к нему всей семьей возвращается, причем Египет, это всегда символ греха и рабства, по сути круг, мы из рая-то спали, но рая-то было блаженное место, их кстати в Египте тоже было хорошо, ну конечно же это символ, поэтому это как бы возвращение, и то же самое, просто Египет становится раем, образно говоря, да, и мы помним, как Иосифу все покоряются, все египтяне все продают, все что у них было, и становятся рабами, точно таким же в собственной стране, но это всегда тогда, и братья полностью возвращаются, вот вам символ, конечно этот мы все видим, так, ну и так как я уже как раз, ну может ей хорошо, что мы начали сел так, потом сейчас поверху рассказали, про жизнь евангельскую, я вернулся к Иосифу, и теперь мы смотрим последний символ, желтенький, то есть вот как раз, ну я уже вам рассказал, это Иосиф, от его воцарения, так скажем, когда он становится первой рукой фараона, я вот такой желтенький цвет солнца делаю, что это конечно же тысячелетнее царство, и возвращение на вот эту точку опять, новой земли, и нового неба, где Господь все творит, все новое, мы на земле попраздновали, уже царство, и тут царствовали, вот Господь всех себе, но он тоже царь, он уже бессмертный, точно так же как Иосиф, кто мог что сделать, сам фараон сказал, он говорит, точно такой же как я, дал ему вторую свою колесницу, его по всему Египту везли, кто мог к нему пальцем прикоснуться, к Иосифу, хотя только вчера его в тюрьме, там по всем кочкам поносили, то же самое мы с вами видим, естественно, это прообраз, как я вам сказал, во втором, во второй витке спирали Бога, это где Адам, Моисей, символ крещения, покаяния, да опять, заметьте, что там надо было покаяться, и принять какие-то законы хотите, ну заповеди, да, что Ной должен быть, как говорится, покаяться, люди все в Ной должны были покаяться, что Иоанн Претеча, вот, и конечно же, Иисус Навин, это как, первое явление Иисуса, и он как бы духом святым нас, и кто знает, ведь Иисус только Навин ввел, а потом еще они вели битвы в земле обетованной, то есть Иисус вводит тебя, он все тебе дает, так и нам Господь, он явился, оставил нам пример, чтобы мы шли по стопам его, да, вы помните, как это прекрасно, Иисус говорил, кто хочет следовать за мной, да, что я вам оставил пример, все слова Иисуса, потом его ученик Петр все это повторял, ибо он оставил нам пример, когда крест наумирал, чтобы мы шли по стопам его, да, вот, то есть, естественно, вот эта жизнь от Иисуса Навина, да, весь вот этот Ветхий Завет, всего еврейского народа, это как бы тоже, это жизнь по, так скажем, ну пусть там по закону, я говорю, ну Иисус Навин символизирует это, ой, это я что-то не то рисую, вот, а уже, конечно же, первое пришествие Иисуса, в этой втором витке спирали Бога, нам показывает, как будто пришествие второе, как мы сейчас ждем с вами, но это, так скажем, для, кто, кстати, в курсе, я говорю, мы жалко еще пророков не читаем, там всегда днем страшным, и днем Господа, будет называться, особенно вот эти мессианские места, и там будет страшен день, когда придет Бог, и Бог приходит, это Иисус, ну правда в пророках все это страшно, с угрозами, а Бог является как роткий ангел, конечно, в пророчествах, в пророках ветхов за это говорится, и о первом, что Иисус пришествие, и о втором, и так далее, даже, и о ихних, прежде всего тоже, там три круга, любые пророчества, вот они проходят, и три круга Фибоначчи, они всегда относятся, три витка круга Фибоначчи, они всегда относятся к этому времени, то есть там пророки говорят, вот вы побудьте в плену, и вас Господь выведет, все освободит, будет явление Бога, будет суда над этим народом, который вас поработил, правда, по вашим грехам, но и Господь вас выведет, по любви своей, чтобы сотворить суд над этим народом, грубо говоря, да, поэтому, конечно же, пророчества всегда, те ветхозаветные книги пророков, которые нам еще предстоит читать, но, правда, этот ролик может будет смотреть кто-то, когда я уже и пророков мы почитаем, и он вместе со мной почитает, там, конечно, там тоже три ветки всегда, это к ихним уже времени относится, когда эти пророчества были сказаны пророками, там, Иса, Еремий, Езекиилем, неважно, вот, это и о первом пришествии Иисуса, но говорится, как о дне Господнем, дне страшном, дне суда над народом, и вы помните, Господь говорит, да, я суд пришел принести, но какой, в чем суд Господь говорит, в том, что я свет, пришел мир, но мир более возлюбил тьму, то есть, это такой суд, естественно, это говорится тоже, да, и о втором пришествии, настоящем Иисуса, поэтому здесь я тоже, это же символом рассматриваю, настоящий круг реальный, в котором мы живем, это, конечно, виток последний уже, а эти два первые, это я хотел показать, что прообразами несколько раз уже все повторяется, вот и все, вот, и в образах мы это видим, и, конечно же, вот это явление Иисуса, его хождение с учениками, вот это мы знаем, ну, короче, Евангелие, которое нам описано, вся проповедь Иисуса, конечно же, это и есть тысячелетнее царство, ну, в прообразе будущего тысячелетнего царства, согласитесь, все то же самое, что мы будем с ним тысячелетнее, с Иисусом, на земле еще царствовать, а вокруг будут все народы, все будут еще смертные, кто их не принимает, то же самое было и в реальном Евангелии, где Иисус, явившись, призвал учеников, по Израилю ходил, проповедовали, творили добрые дела, никто не мог к ним прикоснуться, все было в руках его, мы помним, хотя они были смертные, тленные, все то же самое, и, конечно же, вознесение Иисуса означает, помните, как воссел одесную отца, то есть, это, конечно, символ конца тысячелетнего царства, новой земли, нового неба, ну, и все, и, конечно же, уже последний большой круг, то есть, я говорю, возьмем, назовем этот период ад, от Адама до Иоанна Предтечи, времена, когда от Иоанна Предтечи до вознесения Господня, вот эта его проповедь, это уже серенькие времена, хотя бы мы видим на земле, Бог сеет семена любви, настоящей любви, которую до сих пор большинство все равно никак принять не может, и хоть какая-то благодать, хоть эти ученики там его, неизвестно, что хотят, Иуда там, сребролюбец, да, готов там все ради денег, никак от них отлепиться не может, насуется, кто из них больше, кто из них меньше, вы помните, это гордыня, да, тщеславие и прочие вещи, но Господь пока, хотя бы, хотя бы свет пришел в мир, вот поэтому я из этого черного делаю, вот это вот серенькое, как вы видите, конечно же, Господь нас оставляет уже показать, кто мы есть, посеять и пожать, поэтому весь этот период красненький от его вознесения, то есть, наоборот, от пришествия Святого Духа на землю, поэтому я говорю, ну, тут называть можно как угодно, потому что, а то и там, и там первое пришествие, можно было здесь, конечно, назвать, наоборот, вознесение Иисуса и пришествия, но я так и написал, вон, я мелкими написал, вознесение, Пятидесятница, Дух Святой, то есть, именно это событие, как бы, не первое его пришествие, а его, наоборот, уход, уход первого явления, ну, вы поняли, я уж и так, и так думал, он поназвать, и не все вмещается, неудобно, мелкий шрифт тоже, вот, и все, до второго пришествия, это все, евангельская жизнь, Креста, возможно, даже, да, отдавание своей, этой тленной жизни, до его второго пришествия, ну, и все, и, конечно же, уже тысячелетний царствует, вот, желтенький у нас период, когда мы будем со Христом на земле, тысячу лет, светить тем грешникам, которые еще останутся на земле, и Господь будет творить все новое, новое земли, новое небо, вот такая вот Библия, в кругах Фибоначчи, ну, поймет меня только тот, кто это вот так вот видит, знает, читал все, ему все это открыто, конечно же, первые два витка, реальной истории, это все же в мире у нас было, это история человечества, она была, и поэтому все эти герои, конечно же, лишь в образах, вот, тот же самый, Иоанн Претеча, совсем не похож на Моисея, да, вот, мы это прекрасно знаем, Иоанн Претеча уже никакому закону не учил, будучи сыном первосвященника Захарии, Иоанн Претеча уже учил, начаткам такой действительно божественной любви, он еще не учил, конечно, жизнь свою отдавать за кого-то, но учил действительно одной любви, хотя бы, пусть, пусть к ближним, к людям окружающим, то есть к людям посторонним, это такой уровень, от любви к своим, до любви Моисея, что такое Моисей, люби ближнего, ненавидь врага своего, Иоанн Претеча, люби ближнего, и люби постороннего, что такое Иисус, люби всех, и ближнего, то правильно, даже если он палочки в субботу собирает, не трогай его, Иисус никого не трогал, никого камнями, даже своих учеников, а их можно было бы и камнями побить, за некоторые вещи, но он этого никогда не делал, это любовь всех людей на земле, посторонних, и даже тех, кто готов с тебя содрать живьем шкуру, вот так вот, надеюсь, вам это тоже открыто, хотелось поделиться, я это вижу, конечно, мне это давно, Господь еще открыл, я долгое время это держал в себе, но вот пришло время, я думаю, что вам будет интересно, теперь даже ветхие за это все это будете видеть, конечно, это про образы, но они есть, я много чего не сказал, понятно, про Антихриста, там они везде есть, везде есть про образы, Антихриста, Даниила там, это все можно в каждом витке, я так, знаете, из самых ярких фигур, естественно, крещение, да, то есть покаяние, это Ной, Моисей и Анна, вот они у вас в одной строчке, и первое пришествие, Иосиф, Иисус Навин, Иисус, да, и второе пришествие, естественно, Иисус, это наоборот там, ну, соответственно, в прообразах все мы это видим, все, я как бы вот эти точки, я не стал там брать, что в каждой книге действительно, вот мы сейчас ветхие за это, теорию читаем, всех приглашаю, мы будем заканчивать ветхий за это, конечно же, мы будем видеть Антихриста, в виде кого, в виде Новоходоносора, ой, это, сатану, да, то есть как-то пал Деница, как он там взлетит, то есть мы все это будем видеть, конечно, вот, обязательно, поэтому я взял лишь крупные такие фигуры, все это, а так там все это, конечно же, видно, что в маленьком кругу, что в большом, да, вот всегда мы можем это, найти, и так далее, ту же самую, я говорю, жену этого министра, можно назвать тоже, я говорю, либо Антихристом, либо Сатаной, там символы все есть во всех, так что, это мы, я говорю, может быть, когда-нибудь я еще, я хотел так накидать вам, свои эти знания в голове, хочется их поделиться, что их держать-то, да, я говорю, мне это открыто давно, но я вот никогда не делился, ну, на этом у меня все, помните заповедь Иисуса, как я вам сегодня сказал, она действительно в любви, не только к своим, хотя и своих надо любить правильно, да, умываем ноги, но при этом, вы помните, никогда не надо забывать о разных гранях, да, Господь умывал ноги, но при этом сатану, ой, Петра назвал сатаной, потому что он хотел его в жизни привлечь к тому, но при этом он его, конечно, не послал подальше, но так назвал, и сказал, что то, что ты говоришь и думаешь, и мне предлагаешь сделать, это не Божье, а человеческое, поэтому из Евангелия мы, конечно, должны учиться любить и любящих нас, и помнить, что на самом деле любить любящих, это вообще еще ничего, Господь любящих, любовь к любящим сравнил с грешниками, это уровень грешника, я об этом, вы скоро ролик или уже видели, я не знаю, когда я их выложу, местами поменяю или нет, любовь к любящим, даже правильно, это лишь уровень грешника, ибо и грешники делают то же самое, все то же самое, любящих любят и грешники, и грешники любят, и своих богов, и что бы они в этого бога не вложили, своего кумира, любовь к Богу, это уровень грешника, любовь к Богу и к любящим, это уровень грешника, Запомните, об этом сказал Иисус в самом начале своей проповеди, в Нагорной проповеди, что в Матфея, что по Луке одно и то же. Он сказал, какая вам зато награда. И грешники делают то же самое. Уровень человеческий, на самом деле, это когда мы помогаем всем вокруг. И неважно, этот человек вчера даже мог над нами возноситься, пренебрегать нами, тщеславиться какой-то. Он не причинял нам зла, ну просто считает нас ни за что. Наш человеческий уровень человека действительно делами проявляет свою любовь и к этим людям. Ну и конечно же уровень Бог, детей Божьих. Господь сказал, это любить врагов, это благословлять их, то есть говорить добрые слова, это благотворить и это желать им всякого блага, то есть молиться за них. Это уровень Бог, ибо тогда мы только будем называться детьми, ибо богами и детьми. Всевышнего, ибо он благ и к добрым и злым, и дождь посылает, и на праведных и неправедных. Вот это уровень Бога. Примите, наконец, Евангелие в свое сердце истину Христа Духа Святого и подвязайтесь в этих плодах. И помните, что посеем, то и пожнем. Собирайте сокровища Небесного Царства, говорил Иисус. Это подвиг жизни, это не спасение по вере, это подвиг христианской жизни. В любви, от любви к своим, конечно, правильной, к любящим нас, людей, до действительно жертвенной, крестной любви ко всем нашим даже врагам. У меня все. Всех обнял, поцеловал. Кому нравятся мои ролики, вы знаете, что делать. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Пишите ваши мысли, размышления в комментариях. Делитесь эмоциями от прослышанного, увиденного. Всегда рад почитать, по воскресеньям озвучьте их в своих видео-трансляциях. Все, пока-пока.